Учителя направляют нас в жизни с самого детства, и особую роль играет, конечно, учитель начальных классов. Именно он дает первоклассникам основы школьных знаний, и его дети запоминают на всю жизнь. Такого педагога, как Наталья Суботина из 11-й школы, что находится в хуторе Маевском, ее ученики ценят за неравнодушие и высокий профессионализм. Хороший учитель начальных классов – это человек, который не только разбирается в азах каждого школьного предмета, но и знает, как привлечь внимание детей, как интересно преподнести тему и увлечь обучением. Учитель младших классов сочетает в себе функции преподавателя, воспитателя и психолога. Все это есть в избытке у педагога Натальи Суботиной. Всегда радостно, когда есть такие педагоги, как Наталья Борисовна. Она всегда отличалась и отличается творчеством. Она никогда не сидит на месте. Каждый ее класс, когда он выходит в основное звено, когда в пятом классе их берет, другой учитель, всегда берут ее классы с удовольствием, потому что дети у нее творческие, как и она сама. Конечно же, очень хочется, чтобы побольше было таких педагогов в школе. Первая учительница сильно повлияла на выбор профессии героини нашего репортажа. С юных лет она мечтала о том, как сама когда-нибудь встанет у школьной доски. Ее мечта осуществилась. Когда я подросла, я не изменила своим желанием, своей мечте. Мы переехали на Кубань, я поступила в Новороссийское педагогическое училище. Потом закончила Славянское СГПИ, получила высшее образование. И уже 28 лет работаю в своей родной школе. Конечно, это большая ответственность учить маленьких деток, но мне это очень нравится. Современная школа по своему техническому оснащению очень отличается от той, что была в начале 90-х годов, когда начала работать Наталья Суботина. Но самые совершенные гаджеты не заменят учителя. Они только помогают ему в работе. В современной нашей школе много всяких технических средств, которые помогают учителю готовиться к уроку, сделать урок более ярким, это интерактивные доски, презентации которых сейчас масса. Но как бы там не было прекрасно, живое общение, свой личный пример, свой опыт имеет большое влияние на ребят. И как бы ты красиво не оформил презентацию, достучаться до сердца людей, до маленьких детишек, можно только глядя им в глаза. Надо ли говорить, что ученики Натальи Суботиной просто души в ней не чают и с удовольствием идут в школу? Наталья Борисовна самая хорошая и добрая учительница. Она хочет нас научить новым знаниям, поэтому я с удовольствием хожу в школу. Наталья Борисовна самый лучший учитель. Я люблю литературу и русский язык, потому что их преподает Наталья Борисовна. Я научусь читать, писать. Узнал Маганова, и это все мне рассказала Наталья Борисовна. Под руководством своего учителя ребята увлеченно изучают традиционную культуру кубанского казачества. Мы с ребятами принимали участие и принимаем в различных праздниках, разучиваем кубанские песни, организуем выставки своих работ. Отчет о своей работе происходит в форме открытых занятий, участия в фестивалях и конкурсах казачьей направленности. Вот одно из таких занятий я показала на нашем районном семинаре. Получила массу одобрений. Тема мероприятия, представленного на Всероссийский дистанционный конкурс среди классных руководителей на лучшие методические разработки воспитательных мероприятий, верный друг казачий конь, заинтересовала взыскательное жюри. И к тому же она просто нравится ученикам. Такой обряд назывался постригом или посвящением ребенка в казаки. В этот день ему дарили коня, и казачонок рос вместе со своим другом. Он приучал его к своим командам, учил не бояться выстрелов. А когда ему исполнялось 18 лет, казак со своим конем отправлялся на военную службу. Бытовала такая пословица в казачьей жизни – «казаку конь себя дороже». В доступной и увлекательной форме до учащихся доносится особая роль лошадей в казачьем укладе жизни. Дети узнают много новых слов и понятий, связанных с этими удивительными домашними животными. Итак, вы можете нам помогать. Три, четыре. Кто не дивый, злодогривый, скачет море, скачет днивый. Кто коня того поймает, вместе с нами поиграет. Более 12 тысяч заявок было направлено на всероссийский конкурс. И все же жюри, куда, кстати, входил 81 эксперт из 48 регионов России, по достоинству оценила работу славянского учителя в тематическом направлении приобщения к культурному наследию. И это, конечно, радует. Призер – это очень почетно. Я очень довольна, очень рада. Получила поздравления от своих коллег, как своей родной школы, так и других своих одноклассниц и однокурсниц, которыми училась в учебных заведениях педагогических. Всем желаю коллегам не бояться участвовать в таких конкурсах, делиться своими наработками и получать от этого удовольствие. Потому что, когда мы видим, молодые специалисты приходят и глаза у них горят, не нужно себе оставлять то, что у нас наработано. Надо с легкостью делиться. Педагог с душой подходит к своему делу, ищет и находит новую информацию, использует открывающиеся возможности. Сейчас к ней приводят своих детей, ее бывшие ученики, многие из которых стали отменными специалистами и просто хорошими людьми. И в этом немалая заслуга их первого учителя. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».